Что будет, если есть лук каждый день? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы Цветы розы актуальны Осенью популярные статьи Поиск по сайту Найти полезные свойства лука Лук – незаменимая культура для организма человека благодаря целебным антибактериальным свойствам Высокое содержание витаминов группы в ПИПИ Поддерживает обменные процессы Кальций и витамин укрепляют костный каркас Железо, фосфор и цинк стимулируют иммунные процессы Содержание фитонцидов, гликозидов, сапонинов и флавоноидов позволяет отнести этот овощ к разряду природных лекарств Йод, пектины, органические кислоты, яблочное, лимонное и эфирные масла поддерживают жизненно важные процессы в организме, связанные С выводом токсинов и шлаков Репродуктивная система женщин и мужчин при регулярном употреблении лука настраивается на правильную работу Овощ прописывают в качестве дополнения к основному лечению при бесплодии Саму проблему это не решает, но способствует общей терапии При ежедневном употреблении этого полезного продукта человек запасается веществами, которые благотворно влияют на все системы организма При этом луковицы в равной степени полезны для женщин и для мужчин В старости лук поможет сохранить ум и память, а в зрелом возрасте – красоту и иммунитет Высокое содержание витамина С, аминокислоты флавоноидов поддерживает организм и защищает от простуд и инфекционных заболеваний При ежедневном употреблении хотя бы половинки репчатой головки человек снижает риск ОРЗ до минимума Чем полезен лук для способствует омоложению кожи, стимулирует выработку коллагена, борется с лишним весом, сжигает холестерин И углеводы помогает в лечении дерматита, кровоточивости десен, стимулирует рост волос, борется с пигментными питнами и Веснушками, предупреждает облысение, предупреждает развитие раковых опухолей, кверцетин в красных сортах, оказывает положительное Действие на сердечно-сосудистую систему, особенно после родов, лечит «звездочки» на ногах и легкие формы варикоза, поддерживает Гормональный фон, репродуктивную систему, нейтрализует менструальный синдром, препятствует развитию рака молочных желез, нормализует пищеварение Действие овоща на мужской организм также благотворно, препятствует раку простаты, лечит болезни предстательной железы, снимает Боли при мочеиспускании, действует как афродизиак, повышая либидо-потенцию, улучшая качество спермы, снижает риск тромбозов Повышает давление, полезен гипотоникам, стимулирует кроветворение, заживляет ткани при растяжениях связок, ранах, ожогах, обморожения Гнойниках, снижает уровень сахара в крови, полезен при малоподвижном образе жизни, атеросклерозе, очищает печень и почки Применяется в их лечении, способствует здоровому сну Укрепляет костную ткань, зубы, роговицу, сосуды и суставы Препятствует возникновению инфаркта и подагры Для детей лук используют в качестве противовирусного и антигельминтного средства, натурального продукта против дизентерии Дифтерии, туберкулеза, лекарства от гриппа, ангины, пневмонии, кашля, мокроты, средства для повышения аппетита, релаксанта При перенапряжении продукта, препятствующего развитию кариеса, антипростудного средства Продукт используют также при лечении железодефицитной анемии Нормы употребления репчатого лука Вопрос о том, сколько можно есть лука в день, индивидуален Для здорового человека 150-200 грамм продукта в любом виде не принесет вреда, тем более, если порция съедается постепенно в течение дня Кроме того, не каждый видит необходимость в таком количестве В лучшем случае человек съедает 75 грамм продукта ежедневно, одна луковица Овощ в сыром виде богат макро- и микроэлементами, а также витаминами, которые быстро усваиваются ввиду состава нутриентов Норма потребления в среднем составляет 100 грамм Для детского организма, начиная с третьих лет, будет достаточно 30-50 грамм с последующим увеличением порции Запеченные фольги овощ не уступают по своим свойствам сырому продукту Часть витаминов утрачивается, но не так много, как при варке или тушении В день можно съедать 3-4 запеченные луковицы Вареный уступает сырому и замеченному по содержанию витаминов Но химический состав по-прежнему остается насыщенным Из-за разрушения в результате термической обработки веществ, которые раздражают слизистую оболочку желудка, вареного лука можно съедать на 100 грамм больше В среднем, норма потребления составляет 150-200 грамм Это же правило применимо и для тушаного лука, который станет отличным дополнением для порции говяжьей печени Жареный лук сытный, и его потребление нежелательно при наличии проблем с пищеварением Норма потребления для здорового человека составляет не более 100 грамм Маринованные кольца употребляют только в свежеприготовленном виде Норма – не больше одной луковицы 50-75 грамм Свежий продукт приносит пользу здоровым людям, а запеченный восполняет недостаток веществ при наличии проблем с пищеварением, печеньем или сердцем Остальные формы заготовок менее предпочтительны Может ли лук принести вред организму? Лук может нанести серьезный вред лишь в случае индивидуальной непереносимости, а также при регулярном употреблении с маслами и уксусом У этого продукта также имеется ряд противопоказаний, которые говорят о потенциальных негативных последствиях С осторожностью следует употреблять овощ астматиком Его резкий запах, пробивающий до слез, вызывает астматические приступы Лук противопоказан в остром периоде гастрита, язвенной болезни желудка и кишечника, других проблемах с пищеварением После крупного застолья с маринованными заготовками или другого случая переедания может возникнуть вопрос, что будет, если съесть слишком много лука? Превышение нормы потребления продукта – явление нечастое, по причине сытности лука и его специфического вкуса Однако такие ситуации все же случаются Чаще всего, любители лука страдают вздутием и тяжестью желудка, иногда их одолевает изжога или метеоризм В этом случае рекомендуется перейти на щадящее питание с преобладанием кисломолочных продуктов Влияние репчатого лука на организм лук особенно полезен для растущего организма Витамины и минералы, содержащиеся в одной луковице, поддерживают процессы кроветворения, что важно при развитии кровеносной системы Европейская кухня традиционно использует луковицы в качестве основного ингредиента для супов, также пользуются популярностью Обжаренные и маринованные луковые кольца В российской кухне лук часто измельчается и пропаривается, теряя свою первоначальную ценность Целесообразно давать детям именно свежий продукт без горечи и запаха, сладкие или салатные сорта Лук полезен и в преклонном возрасте, он восполняет дефицит кальция и магния Снижает риск переломов и растяжений, стабилизирует давление, повышает качество сна Продукт используют как средство отвары от бессонницы, которая считается частым спутником старости Благотворно лук влияет на иммунную и выделительную системы За счет богатого витамина минерального состава овощ помогает очищать организм от токсинов и шлаков, поддерживает состояние печени Делает сосуды более эластичными Мочегонный эффект лука проявляется без побочных эффектов, благодаря чему продукт часто используется как противоотечное средство При сбалансированном питании и отсутствии проблем с ЖКТ ежедневное употребление лука не наносит здоровью вреда Однако с возрастом состояния пищеварительных органов и отдельных ферментных желез делают лук более опасным для употребления В этом случае дневные нормы рассчитываются лечащим врачом Кому лучше ограничить употребление лука есть ряд ограничений по этому овощу Основные противопоказания для приема его в пищу Хронические расстройства ЖКТ, язвы, обострение гастрита, заболевания Поджелудочной железы, хронический метеоризм, высокая кислотность желудочного сока, повышенное давление, гипертония Инсульты и инфаркты, острое течение болезней почек и печени, беременность в последнем триместре, аллергическая реакция Плода, астма, аллергия на лук Для диабетиков оптимальное количество лука в день, равно как и других продуктов устанавливает лечащий врач В остальных случаях луковицы можно употреблять в пищу регулярно Это не только снизит риск инфаркта или инсульта в старости, но и сохранит здоровье кожи, волос и ногтей в молодости Почему может все время хотеться лука? Если человек замечает, что ему хочется на протяжении долгого времени какого-либо продукта, это еще не говорит о том, что его организм испытывает дефицит в полезных веществах На протяжении жизни человек нередко меняет вкусовые предпочтения Однако при чрезмерном влечении к луку стоит сдать анализы крови, гормонов Возможно, организм действительно требует недостающих для его полноценной работы микроэлементов Чаще всего причиной становится нехватка витамина С, йода, калия или железа Вкусовые предпочтения в еде анализируются при наличии сбоев в организме Желание есть лук постоянно может быть вызвано следующими факторами А витаминоз и ослабленность иммунитета Недостаток витамина С, йода, железа, нарушение гормонального фона и расстройство ЦНС Нехватка витаминов группы ВПП К, нарушение обменных процессов и метаболизма Недостаток селена, фосфора, витамина ФА, Е, расстройство в работе мышц Судороги, спазмы, ламота, нехватка калия, магния и кальция Работа печени на предельном режиме Необходимость в очищении от Шлаков, сбои в работе сердечной системы и пищеварения Лишний холестерин, ожирение В некоторых случаях на лук тянет при начинающихся заболеваниях инфекционного и грибкового характера Таким образом организм пытается ослабить действия чужеродного агента Заключение лечебные свойства лука делают эту овощную культуру почти обязательной для употребления Всего половина луковицы в день способна создать мощный барьер с самым разнообразным заболеванием Однако горькие эфирные масла лука негативно влияют на пищеварение и дыхательные каналы При употреблении его в пищу стоит ограничиться 50-200 грамм приготовленного продукта В зависимости от имеющихся противопоказаний и рациона в целом Watch this video on YouTube